Здравствуйте! Это Настоящее время итоги с Юрием Исавченко из Вашингтона. Парадоксы, параллели и детали в призме нашего получасового анализа. И сегодня в выпуске цена сдерживания. Белый дом в новом бюджете запросил 700 миллионов долларов на противостояние Кремлю. А также правосудие в сети. Приговоры на 86 лет участникам сообщества анархистов и антифашистов и охоты на экстремизм России. Все это в ближайшие полчаса в нашем эфире специальный гость студии российский адвокат Илья Новиков. Итак, новая неделя. Новые лидеры президентской гонки демократов США. В ходе предварительного голосования в Нью-Гэмпшире в лидеры гонки кандидатов на президентскую номинацию вырвался ветеран движения на Белый дом, уже однажды кандидат в кандидаты в президенты в 2016 году Берни Сандерс. При этом сразу у трех кандидатов в Нью-Гэмпшире не выдержали нервы и с гонки они сошли. Это Майкл Беннетт, Эндрю Янг и Дивал Патрик. В аутсайдерах гонки оказался и Джо Байден. Хотя именно его считали до последнего времени самым сильным оппонентом Дональда Трампа, способным перехватить инициативу в борьбе за президентское кресло у нынешнего главы Белого дома. Стоит при отметить, что на фоне предвыборных страстей в Нью-Гэмпшире в Вашингтоне не терял времени текущий президент США. Белый дом на этой неделе представил на рассмотрение Конгресса бюджет, в котором в частности, наряду с сокращением финансирования целого ряда социальных программ, предусматривается усиление финансирования вооруженных сил США и укрепление программ противостояния главным геополитическим противникам Вашингтона Пхеньяну и Москве. Так, в частности, на противодействие Кремлю на новый финансовый год запросили 700 миллионов долларов. О том, какой внешний и внутриполитический месседж посылает это решение, я накануне этого эфира спросила директора Института Кена на Вашингтоне Мэтью Рожанского. Месседж с самого начала не новый, то есть это продолжение той линии, с которой мы должны быть уже давно знакомы. В чем состоится? Во-первых, главная идея национальной политике обороны и безопасности написана формально в стратегии безопасности и в стратегии обороны — это конкуренция великих держав. Это уже стала известной концепцией в Вашингтоне. Поэтому я думаю, что вот эта огромная сумма для противодействия Кремли — это показывает доминантную позицию GPC в концепции национальной безопасности. Это первое. Второе, конечно, для Конгресса идея, что Россия — это главный противник и что надо с ним бороться разными предметами, инструментами и деньгами, корзинами денег — для них это поле для политического успеха. Потому что при американской внутренней политике как можно больше называть внешнего врага и сказать «я более агрессивно противодействую или борюсь с этим врагом», это зарабатывает политический капитал для любого политика. Ну а какой в таком случае месседж это посылает и создает атмосферу в международной политике? Потому что вы не так давно, я читала, сказали, что отношения между США и Россией достигли сейчас уже полного дна со времен холодной войны, насколько я помню правильно. Я не очень думаю, что это меняет атмосферу. Почему? Во-первых, как я сказал, это абсолютно соответствует ту линию, которая уже была. Это первое. Второе, что с российской стороны, то есть это всегда нужна пара, чтобы танцевать. Послово, наверное, лучше звучит на английском языке, но смысл такой, что Россия не ожидает ничего от штата. Насколько я понимаю. Я был несколько раз в Москве, нам объясняют все там эксперты, все официальные представители, что у них пока этап стратегического терпения, можно сказать. То есть они готовы ждать до того, когда Вашингтон будет готов провести с ними какие-то серьезные переговоры. Что конкретно они ожидают от этих переговоров, пока неизвестно. Что конкретно будет принято как новый импулс с нашей стороны, со стороны США, тоже неизвестно. Но я бы ожидал, что в ходе максимума или минимума одного года, то есть до наших выборов или до новой администрации, либо нового срока Трампа, либо нового президентства, больших движений ни в то направление, ни в другое не будут со стороны России, ни со стороны США. А это что означает? Это вот интересный, с одной стороны чувствительный, а с другой стороны просто потерянный момент. Поэтому, да, мы можем друг друга провоцировать, но интересов для превышения атмосферы конфликта, атмосферы движения в наших отношениях нет. Нет такого интереса ни с их стороны, ни с нашей стороны. Это будет просто очень низкое, очень напряженное, но более или менее стабилное положение. Можно как стабильный конфликт. На фоне стабильного конфликта с США в России напряженная неделя в делах внутреннего порядка. 86 лет колонии строгого и общего режима в суммарно дали в понедельник семерым активистам так называемого «дела сети». В Пензе их судили за создание террористической организации. Обвиняемые с самого начала утверждали, что показания у них выбивали под пытками. Накануне более 400 российских ученых и журналистов написали коллективное заявление с требованием отменить приговор. О законе и порядке в России в узкосетевом и широко государственном смысле говорим сегодня со специальным гостем нашей студии, адвокатом Ильей Новиковым. Илья, спасибо большое за то, что первый раз вы у нас в эфире с почином. Надеюсь, не в последний. Спасибо. Неделя выдалась такая новостная и ровно по вашему профилю. Очень много всего происходит. Я хочу начать с дела сети. Вот для вас этот приговор про что? К сожалению, этот приговор не представляет собой новость, но в смысле, что это не то, чего не бывало прежде никогда. Это не что-то неожиданное. Адвокатам вообще не полагается комитировать дела чужие, которые они не вели сами. Я могу высказаться скорее о ситуации вокруг этого дела, чем о нем самом. Такой подход, когда берется группа, как правило, молодых людей, как правило, мужского пола. Что бывает, когда бывает группа смешанного состава, там где девушки, которые как-то больше вызывают симпатию. Мы видели на примере другого дела нового величия. Там общественная поддержка была гораздо более обширной и более выраженной. Но это просто часть человеческой натуры, что когда точно так же брутально обращаются с девушками, когда они же держатся, тем более с очень молодыми, там, по-моему, одно из них на тот момент еще не исполнилось 18 лет, это легче вызывает отклик и больше доверия, чем какие-то молодые ребята, ну, думает такой средний человек, да, ну, мало ли, вдруг там что-то было. Необычность этого дела, наверное, в том, что, ну, или необычность, да, скорее, вот то, что заставляет на него смотреть, как на что-то новое, хотя он им не является. То, что эти ребята русские и славяне, точно такие же технологии по организациям, типа Хизбут, Тахрир, или просто по безымянной группе юношей или молодых людей, которые, допустим, группировались в какой-нибудь мечети и были названы исламской террористической группировкой, проходили на ура в других регионах, и это такой реакции не вызывало. Есть тенденция, что любой подход, который сработал и который был признан успешным на каком-то внутреннем уровне осознания следственных органов, потом будет тиражироваться. Вот сейчас мы видим, что Пенза, регион, достаточно, ну, депрессивный, не знаю, насколько он депрессивный, но, в любом случае, не близкий к Москве и не близкий к Северному Кавказу. В Пензе живет и работает такой же сотрудник или сотрудники антитеррористического подразделения ФСБ, как во всех остальных местах. И им тоже хочется делать карьеру. Но где им взять террористов для того, чтобы расследовать дело, проколоть себе дырочку под медаль, звездочку-дырочку-позвездочку на погонах? Либо ты это дело находишь, но, может быть, его ищешь, но оно не находится, потому что нет в Пензе террористов. А если есть, то их трудно поймать, если не настоящие террористы. Вообще, настоящих террористов и шпионов трудно ловить. Это работа, которая требует больших усилий. В деле не всегда, даже когда человек, который занимается в плане добросовестности, не всегда заканчивается успехом. Когда ты делаешь дело своими руками, когда ты берешь группу, внедряешь в нее своего агента-провокатора и, по сути, введешь ее, в деле нового величия это было даже более наглядно, по-моему, чем в деле сети. Но в сети это тоже просматривалось. Я так смотрел за тем, что происходит. А тебе гарантирован успех. При одном условии, что прокуроры и судьи играют на твоей стороне, в одной связке с тобой, что они не будут рассматривать критические заявления людей, которых ты пытал, о том, что ты их пытал, а напишут, как судья написал в приговоре, что суд расценивает заявление о пытках как попытку ввести общественное внимание за глуждение со стороны подсудимых. Вот при таком условии заниматься фальсификацией дел гораздо приятнее, выгоднее, чем расследовать реальные какие-то события. Вы сейчас уже заговорили о деле нового величия, и там на весну перенесли рассмотрение, насколько мы знаем. Но общая такая черта дел последнего времени – это то, что предъявляют много по статье экстремизм. Вот новому величию тоже предъявляют попытки захватить власть в стране. Буквально накануне нашего с вами разговора двум свидетелям иеговы вынесли обвинение в экстремизме. Но вот тот факт, что экстремизм – это такая ходовая статья, это чем-то симптоматично? Я бы не сказал, что она ходовая. Это скорее искажение восприятия. Потому что груху. Да, некоторые дела попадают в наше с вами поле зрения, другие не попадают. И вот дела, заведенные по экстремистским статьям в отношении людей явно не экстремистского такого типажа, они имеют больше шансов просто оказаться на виду. Это не то, что я защищаю систему, это просто объясняю, что это не тренд последнего времени, это просто вот так устроенное взаимодействие того, как работают суды и то, как мы их видим. Есть еще подводная часть Айсберга, которая менее заметна. Я в этом не говорю, что экстремистские статьи, что они все абсолютно во всех случаях применяются безосновательно. Да, сколько угодно людей, каких-нибудь сталинистов, которые точно так же пишут в сети, что вас всех расстрелять и перевершить и сжечь заживо. Но, наверное, есть некоторые основания, если уж такая статья существует в законе, чтобы к этим людям она применялась. В том, что касается свидетелей Гоу, это совершенно отдельный разговор. Я здесь в Вашингтоне на неделю, за эту неделю успел встретиться с каким-то большим количеством людей. То, что здесь называется на холме. Это, как правило, сотрудники аппарата Конгресса, которые собирают факты для своих конгрессменов и сенаторов. Они крайне удивлены, при том, что это стафферы, это специалисты конгрессменов, которые специально интересуются Россией. Большинство из них очень удивлены, что в России свидетелей Гоу привлекают и сажают, или просто осуждают к условным срокам, иногда к не к условным, к реальным, а самому факту принадлежности к группе свидетелей Гоу. Не то, что они там свидетели Гоу и заодно экстремисты. Они экстремисты, как считает закон, потому что они свидетели Гоу. Больше ничего не нужно. Для них это новость, и для них это очень неприятная новость. И я вижу, что на них производят впечатление. Потому что после Третьего Рейха и такого позднего Советского Союза, вроде бы других стран, которые целенаправленно преследуют вот эту довольно мирную группу, это не какие-то фанатики религиозные, да, это не джихадисты, это люди, которые просто имеют свои, собственно, религиозные взгляды. Чтобы их прессовать и сажать, видимо, до России вот так никто не делал, кроме этих двух стран, с соответствующими последствиями для российской репутации. Я не знаю, я не думаю, что, опять же, да, говоря о роли личности в истории, я не думаю, что это личная идея Путина, что давайте, значит, в рамках проведения политики, потому что я остался в власти вечно, вот свидетелей Гоу создает опасность, давайте их отдельно преследовать. Это просто естественные последствия того, какую систему он выстроил, и какая система ему удобна для того, чтобы иметь возможность направленно, адресно преследовать любого своего оппонента. Поскольку оппонентов все-таки не так много, ну, не хватает оппозиции на прокорм вот всех этих многочисленных следователей и оперов, которые занимаются экстремизмом. Они сами себе ищут пищу. Вот свидетели Гоу оказались очень удобной дичью. Это сидячая дичь. Они не прячутся, они не образуют какие-то замкнутые джихадистские кружки. Они на виду. И они не скрывают самое главное. Никто из них не отрицает свою принадлежность. Пожалуйста, бери голыми руками, и вот тебе уголовные дела, приговоры, медали, звездочки, полный комплект. Елена, а что получается тогда? Да, вот вся эта система, она направлена едино на то, чтобы обеспечить карьерный рост вот всему этому аппарату? Она поощряет это и, во всяком случае, с этим не борется. Бессловно, цели другие. У любой полиции, даже самой одиозной, там, скажем, у ГПУ времен Дзержинского, все равно есть какие-то общественно полезные функции. Они, допустим, организовывали сиротские приюты для беспризородников, которых в России после гражданской войны было очень много. Любая полиция, как бы она ни была мрачна, она все равно делает что-то полезное. Но вопрос в том, как мы ее оцениваем, не в том, можно сказать, что в ее деятельности нет вообще ничего хорошего, а в том, сколько неплохого и одиозного. В деятельности российского правоохранительного сообщества одиозного, к сожалению, очень много. И вот эта организация рабочих процессов так, что она не пресекает, а наоборот, поощряет личный карьеризм за счет привлечения людей невиновных и явно не опасных. Вот таким главным способом это, конечно, говорит о ней больше, чем чтобы это не было другого. Не могу вас не спросить о деле Егора Жукова. Его ведь тоже обвиняли в экстремизме. Вы это дело вели, вы можете, по-моему, говорить. Да, это он по-защитной. Ну вот в четверг Мосгорсуд отказался изменить приговор три года условно. Жукову при этом вернули трех лягушек фигурки, либертарианский флаг, насколько мы понимаем. Из этих лягушек мы сделали такой отчасти комический сюжетный ход. Потому что это действительно смотрелось. Это вообще был очень абсурдный процесс. Но, знаете, каждый раз, когда суд рассматривает какое-то дело, о защите бывает трудно объяснить, а что в нем абсурдно. Нам не обязаны, строго говоря, верить на слово. Люди не будут читать все четыре тома и не будут в это вникать. И чтобы показать, как там все было устроено, мы прицепились, в частности, к тому, что суд постановил уничтожить изъятую во время обыска фигурку с тремя лягушками. И мы это проводили уже после того, как приговор был вынесен, в нашей последующей коммуникации, как суд приказал казнить лягушек. Сейчас мы лягушек спасли, и лягушек все-таки удалось вернуть. Это дело важно не столько тем, что это еще один кейс такого экстремизма без экстремизма, сколько тем, откуда оно взялось. Егор Жуков был молодой человек, который пытался выдвинуться кандидатом на выборы в Мосгордуму. Его не зарегистрировали, как и многие другие, собственно, как и почти всех, кто представлял собой какую-то реальную оппозицию. Он был участником вот этих мирных маршей, которые попытались, конкретно генерал Бастрыкин, это была его идея, я абсолютно убежден, и это мои свидетельства, попытались представить в качестве массы беспорядков. Но не бывает массы беспорядков без того, чтобы было какие-то поджоги, уничтожение, разбитые окна и так далее. В качестве единственного свидетельства массы беспорядков фигурировала вот эта фотография вытоптанного газона, ксерокс газона, как эта картинка проходила. Представьте себе черно-белый такой мутный лист бумаги, на котором вроде бы травинки. И вот это вот все, сделав дело, кочевало как доказательство того, что протестующие уничтожили городскую собственность. Жуков изначально был задержан, потому что его считали тем молодым человеком на видеозаписях, который дирижировал толпой. Там был парень в темном свитере и синих джинсах, который делал вот такие вот жесты. Вот он поднимает руки, и видно, что толпа, выстрелившаяся в линию, там группа 50, наверное, делают шаг вперед. Он опускает других, то есть как-то вот они стоят на улице, и не то, чтобы не нападают при этом на кого-то, но вроде бы готовятся организованно маршировать. Это было трактовано как, значит, наускивание, да, то есть организация толпы с целью дальнейшего атаки на полицию. И сказали, вот это Жуков, это он делал, он дирижер, организатор. Его изначально обвинили не в организации, правда, в участии, но было очень прозрачно, что потом это все должно было трансформироваться в организацию. А это был Жуков или нет? Вот он делал, что это не был Жуков. И после того, как стало ясно, что это не Жуков, мы нашли на видеозаписях просто кадр, где вот эти два молодых человека действительно похожие внешне и одетые в тот момент одинаково, только там, ну, кроссовки были другие. И у того парня были часы на руках. Они проходят друг мимо друга и видно четко, что вот это Жуков, а это кто-то другой. И мы рассчитывали, и даже еще до тех пор пока не был изменен подход и не было где-то в Кремле решено, что вот мы не будем из этого делать второе болотное дело. Мы все-таки не будем настаивать, что там были массовые порядки. Мы будем привлекать тех, у кого лично были встречи с полицией, будем обвинять их в том, что они применили насилие в отношении полицейского, даже если это насилие заключалось в том, что полицейского потрогали за руку. Но Жуков не подал в эту категорию. Его дело должно было приключено в чистое. Вот в силу того, что его кто-то пометил, что называется, то есть мы не знаем, как принялось это решение. Но кто-то сказал, что вот этого не отпускать. Всех остальных в таком же точном положении. В один и тот же день, это было 3 сентября прошлого года. Они всем прекратили уголовные дела. А Жукову за пару часов до того, как прекратили старое дело, выдвинули новое обвинение в том, что два года назад в своем блоге на канале YouTube, он вроде как призвал к насилию. Конечно, было компромиссным решением то, что срок был условный, но понимаете, что такое условный срок? Во-первых, Жукову запрещено администрировать, как это называется, аккаунты в интернете. То есть у него есть блог Жукова, но блог Жукова должен ввести кто-то другой. Он там может говорить, давать интервью, комментарии, но администраторам обязан быть кто-то еще. А с другой стороны, мы знаем, что очень легко условный срок может быть трансформирован в реальный. То есть будет написан рапорт, что Жуков не соблюдает условия какие-то, или ему будет все, что угодно хотите, все, что угодно сделают, подбросить наркотики, как аюбать идти его. Или скажут, что анонимный комментарий в интернете, это на самом деле его комментарий, есть оперативная информация. Пожалуйста. Поэтому говорить, что эпопея с Жуковым закончилась и поставлена точка не приходится, что это эпопея тем более не приходится. Ну, по крайней мере, вот этого молодого парня, по-моему, перспективного, его удалось на текущий момент вытянуть из зубов вот этой прохладительной машины. В деле Жукова был огромный общественный резонанс. Он наверняка как-то помог. Еще одно резонансное дело, это дело Ивана Голунова. И на этой неделе Голунову отправили письменные извинения за его уголовное дело от прокурора Западного округа Москвы. Я вас хочу спросить, ну, в таком широком смысле, вот сейчас, такая широкая общественная заинтересованность в деле и привлеченность к делу вообще является единственной возможностью, собственно, правосудие осуществить или нет? Или добиться чего-то права? Я бы не сказал, что это единственная возможность. Все-таки дела имеют разные траектории. Есть ненулевой шанс, что дело, ну, скорее, дело без политической подоплеки, да, как какое-нибудь дело такого типа, где наркотики человеку подбрасывают не потому, что он журналист и потому, что кто-то заказал, а просто потому, что полицейский пытается получить взятку или выполнить план или просто подемонстрировать высокую скрываемость. Есть ненулевой шанс нарваться на компетентного там прокурора или судью, объяснить им, что, собственно, происходит. Низкие, но не нулевые. Так что в том виде, как вы спрашиваете, единственная или нет, нет. Но, конечно, мы видим, что общественная поддержка при условии, что она достаточно велика. Самое опасное для защиты, что возможность, ситуация, когда вы призываете к поддержке, она начинается, потом затухает и не достигает того пика, который вынуждает начальство следственное или в целом руководство города, страны, региона, вынуждает к этой ситуации относиться к каким-то повышенным вниманиям. Если вы рыпнули, что называется, да, попытались выйти в паблик и вы не дотянули, это очень плохо всегда. Это всегда очень такое сложное решение. Ну, то есть без последовательности какой-то определенной, если эти акции происходят, если это акции. Ну, понимаете, мы не можем заставить людей круглые сутки каждый день интересоваться нашим делом. Вот они, допустим, мы им рассказали, что здесь человек совершенно без оснований, не то, что без оснований, а просто в наглую, в открытую, вопреки всему, что установлено. Пытаются посажирить. Они говорят, да, все плохо, да, мы выйдем на, вот сегодня мы выйдем на акцию ее поддержку, а завтра происходит что-то еще, кого-то еще адресируют. Внимание, защита не может претендовать на то, что ваш подзащитный будет всегда в фокусе внимания. Голунову, конечно, очень помогло. Вот я вижу своих адвокатов, коллег, вот Олег Елисеев, Сергей Бадамшин, им большой привет заочно. Не знаю, слышно нас сейчас или нет, но привет передам. Вот им удалось, отчасти было своем собственном усиленном, отчасти было тому, что Голунов был журналистом, а журналисты в большей степени управляют в солидарность, вот такую цеховую, чем, не знаю кто, ну, строители, допустим, да. Не в обиду строителям, но вот там, скажем, когда сажали актера Устинова, многие актеры высказали с ее пользой. Когда сажали журналисты Голунова, огромное количество журналистов, ямы вот этой компании, Иван Голунов. А когда Садридин Раджабов, прораб, проходил по этому же самому московскому делу, ну, его многие поддерживали, в том числе студенты, да, и просто энтузиасты, но так, чтобы выходили строители, стучали касками перед судом, я этого не видел. Важно, кто ты. То есть, в России, на фоне такого общего тренда скатывания в Средневековье, у нас возражается еще такое средневековое понятие, как цех. Важно, кто ты по профессии. Важно, кто ты, в случае чего пойдут ли твои коллеги тебя как-то отбивать, или не пойдут. Спасибо вам большое, Илья. Напоминаю, что специальным гостем нашего эфира сегодня был Илья Новиков. Спасибо, что провели эти полчаса с нами. Дальше больше. Это «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко. Всего вам доброго и до следующей недели.